Под обстрелы украинской артиллерии попадают мирные жители и журналисты. Накануне под огнем оказались донецкие репортеры съемочной группы НТВ и Rush Today. Пострадал оператор Лайфа Павел Чуприна. Его ранили в Киевском районе Донецка рядом с Путиловкой. Незадолго до атаки Павел снимал то, что на самом деле происходит в ДНР. Убирай машину. Убирай машину. На паркур зальмой. Егор, заходите. Еще будет кто приезжать? Бросай ее. Заходите в подъезд. Давайте сюда идите. Давай сюда. Ребята, сюда. Все. Давайте сюда улетите. Подвал. Дверь не заслонит вас. Забегайте, забегайте сюда. Идите сюда. Павел попал в больницу. Врачи уже оказали ему помощь. К счастью, ранение оказалось не опасным для жизни. Здравствуйте, коллеги. Все хорошо. Слава Богу, ранение весьма несущественное. Как дело было? Поехали на, казалось бы, рядовой обстрел, который исключился не так давно. Сегодня у нас по городу довольно-таки сильно ложатся снаряды вооруженных сил Украины. Вот мы на один из таких обстрелов поехали. Район Путиловка называется. Ну, как только мы туда приехали, сразу же начался обстрел буквально по тому дому, куда мы приехали. Это была девятиэтажка. Собственно, мы приехали, потому что уже одно было прямо попадание, но начался обстрел. Это была артиллерия, 122 миллиметра, насколько я успел понять. И, значит, ложились то по району, то непосредственно по нашей девятиэтажке. Болельщики. Нашим коллегам очень повезло. Они успели укрыться от обстрелов зданием. Если бы они остались в автомобиле, на котором передвигались, то все могло бы закончиться по-другому. Машина буквально изрешетила снарядами. По словам очевидцев, украинские военные вели огонь из-за всех доступных им систем, в том числе и из реактивных.